2012 год подходит к концу. Пришло время подводить итоги и делать выводы. Все ведомства сегодня отчитывались о проделанной работе. Как исполняются указы президента страны, реализуются республиканские программы. Михаил Игнатьев обсудил с главами районов в режиме видеосвязи. Все познается в сравнении. В этом году по отношению к прошлому общая площадь введенного жилья уменьшилась на 13,5%. Отчеты по исполнению программы жилищного строительства в уходящем году особо не радуют. Отдельные муниципалитеты с поставленными задачами не справились. Почему так случилось, разбираться будут позже. Сейчас надо спасать положение. Невыполнение взятых обязательств может негативно отразиться и на имиджи республики, как региона с развитым строительством, и на дальнейших договоренностях. Они влияют на форму поддержки со стороны Министерства регионального развития. Это и по программе стимулирования жилищного строительства, выделение дополнительных средств по программе «Молодая семья». Соответственно, 2013 год при невыполнении показателей скажется на форму поддержки со стороны федерального центра, что, в общем-то, ударит по всей республике, и особенно, наверное, будет обидно тем муниципалитетам, где в полном объеме все обязательства выполняются. Это касается и предоставления земельных участков под строительством многодетным семьям. Глава Чуваши отметила, что неэффективной работы у глав муниципалитетов быть не должно. Если руководители не в силах справляться с поставленными задачами, лучше искать другую работу. Еще один вопрос, который также нуждается в доработке более точных разъяснений, выплаты зарплат работникам бюджетных учреждений. Увеличение заработных плат в Министерстве культуры прошло в два этапа. Рост к декабрю 2011 года составил 22%. Правда, оплата труда ниже среднего наблюдается в 17 районах республики. Повышение зарплат педагогам дошкольного образования сейчас проверяют вручную. И в конце декабря муниципалитеты должны отчитаться полностью. Елена Гальперина, Данифат Агерова, Евгений Анисимов, Республика.